Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и греши. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием Блаженного Фафилакта. Трехтомник. Полное толкование всего Нового Завета по святым Отцам Церкви. Показать какое издание. Здесь же 280 иллюстраций. Этого Густава Доре. Полный лис. Показать хотя бы раз. Вот как оно выглядит. И с комментариями. Итак, считаем. Номер шестой. Евангелие Этиана 4, 51, 54. На дороге встретили его слуги его и сказали. Сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Толкование блаженного феофилакта. Ибо отцы из любви к детям обыкновенно обращаются к врачам не только опытным, но и к неискусным, не желая оставить ничего должного. Итак, он пришел по вере, допустим и это, но по вере холодной и несовершенной, которую иной не назовет и верою. А тогда, когда узнал и о часе, совершенно уверовал. Иоанна 5, 1, 4. После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Випезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Толкование. Ибо на празднике обыкновенно сходятся и земледельцы, и городские ремесленники, которые в прочие дни занимаются работами. Купальня называлась овчью, потому что к ней пригоняемы были жертвенные овцы, и в ней омывались их внутренности. Многие думали, что вода получала некоторую божественную силу от одного того, что в ней омывались внутренности жертв. Что потому и ангел сходил на сию воду, как на избранную, и чудодействовал. Кажется, божественный промысел предустроил чудо в этой купальне для того, чтобы издалека вести иудеев к вере во Христа. Так как имело быть даровано крещение, имеющее великую силу и величайший дар, ибо оно очищает от грехов и оживляет души, то Бог предживописует крещение в иудейских обрядах и дает иудеям, например, воду, очищающую их от нечистот, хотя не существенных, а мнимых, например, от нечистоты вследствие прикосновения к мертвецу или к прокаженному, и много подобного. Дает также и чудо этой купальне, руководящее их к принятию крещения. Ангел, не сходивший по временам, возмущал воду и сообщал ей целительную силу, ибо нет естества воды, чтобы ей исцелять самой по себе, в таком случае это было бы всегда. Но все зависело от действия ангела. Так и нас вода крещения есть простая вода, но через божественное нисхождение, получив благодать духа, она уничтожает душевные болезни. Слеп ли кто, то есть имеет поврежденные очи душевные и не может различить добро от зла? Хром ли кто, то есть неподвижен к деланию добра и преуспеянию в добре? И сохли кто совершенно, то есть находится в состоянии отчаяния и не имеет в себе ничего доброго. Вода себе всех исцеляет. И тогда слабость не позволяла некоторым получить исцеление. А ныне мы не имеем никакого препятствия к окрещению, ибо за выздоровлением одного прочие не остаются без исцеления. Но хотя бы вся вселенная сошлась, благодать не уменьшится. Иоанна 5, 5, 7. Тот был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имея человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Толкование. Терпение расслабленного изумительное. 38 лет он был болен, каждый год ожидал избавления от болезни, но предваряем был сильнейшими. Однако же он не отставал и не отчаивался. Почему Господь и спрашивает его, желая показать нам терпение от всего человека? Спрашивает не для того, чтобы узнать, потому что не только излишне, но и безумно спрашивать больного, хочет ли он быть здоровым. Он отвечает весьма кротко. Да, говорит Господи, я желаю, но не имею человека, который бы опустил меня в воду. Он не высказывает никакой хулы, не отвергает Христа, как предложившего неуместный вопрос, не проклинает день рождения своего, как мы малодушное делаем, и при том в болезнях легчайших, но отвечает кротко и робко. Хотя он и не знал, кто спрашивает его, но, может быть, считал Христа полезным для себя, уже и в том одном, что опустит его в воду, и потому хочет привлечь и расположить к себе своими речами. Христос же не сказал, хочешь ли я исцелю тебя, для того, чтобы не показаться тщеславным. Иоанна 5, 8, 10. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он такчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили б исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Толкование. Повелевает взять постель для того, чтобы никто не счел онного за привидение. Ибо если бы члены больного не утвердились и не укрепились, он не мог бы носить постель. Не требует от него веры прежде исцеления, как от некоторых других, Потому что больной не видел еще его сотворившим знамения. Ибо от тех, от которых Господь требовал веры, он требовал ее не прежде чудес, но совершившие чудеса перед ними. Он не подумал сам себе и не сказал, не шутит ли он, что приказывает мне тача встать. Я в тридцать восемь лет болезни не получал исцеления, и теперь вдруг встану. Ничего такого он не подумал, но поверил и встал. Исцеляет в субботу, научая людей иначе понимать обряды закона и почитание субботы. Поставлять ее. Поставлять не в телесном понимании, понимаемом бездействии, но в задержании от зла. Потому что закон, будучи законом всегда, добротворящего Бога, не может воспрещать добро творить в субботу. Иоанна 5, 11, 13. Он отвечал им. Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили. Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Толкование. Нужно удивляться смелости этого человека пред иудеями. Они настойчиво говорят ему, не должно тебе брать свою постель в субботу. А он смело проповедует им своего благодетеля. Кто меня исцелил, тот мне сказал. Он как бы так говорит, вы безумствуете, когда приказываете мне не слушать того, кто исцелил меня от болезни, столь продолжительной и трудной. Иудеи не спрашивают его, кто исцелил тебя, но кто сказал тебе, возьми постель. Так они добровольно смежили себе глаза для добра. А мнимое нарушение субботы постоянно выставляли на вид. Иисус скрылся частью для того, чтобы в его отсутствие свидетельство об исцелении было свободно от всякого подозрения. И не подумали бы, что человек этот благоприятствует ему. Но свидетельствует об истине. Частью для того, чтобы еще более не воспламенить ярость иудеев. Ибо и один только вид ненавидимого придает ненавидящим немалую искру ненависти. Посему он оставляет, чтобы дело это исследовалось само по себе. Ибо иудеи, обвинители, перенесшие события на исследование и рассуждение, делают оно тем более гласным. Иоанн 5, 13, 16. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Толкование. «И слов Господа, расслабленному, «Вот, ты выздоровел, не греши же более», мы научаемся, во-первых, что болезнь с этим человеком приключилась за грехи. И во-вторых, что учение о гиене истина, и что мучение вечно. Где же ныне те, которые говорят, «В один час я соблудил», за что же буду нести бесконечное наказание? «Ибо вот и сей человек не столько лет грешил, сколько терпел наказание, но почти целую жизнь человеческую провел в наказании». Грехи судятся не по продолжительности их, а по самому естеству преступлений. Научаемся вместе тому, что хотя мы понесем тяжкое наказание за прежние грехи, но если опять впадем в те же грехи, потерпим еще большее наказание. И весьма справедливо, ибо кто не улучшился от первого наказания, тот подвергается большим мукам, потому что он бесчувственен и нерадив. Для чего, скажешь, не все так наказываются? Ибо мы видим, что многие порочные пользуются здоровьем и благоденствием, но то, что они не потерпели здесь ничего, будет поводом к большему наказанию там. На сведету указывая, Павел говорит, будучи судимым от Господа. Ну, что у тебя нового-то, ничего там не появилось? Да-да. Продолжение следует... 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 Итак... Продолжение следует... 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 Он говорит, как Отец воскрешает мертвых, так и Сын оживляет, кого хочет. Иоанна 5, 22-24. Ибо мы люди, особенно неразумнейшие из нас, обыкновенно научаемся нужному более страхам, чем благодеяниями. Слова, Отец отдал суд Сыну, понимай так, что Он родил его судьею, подобно тому, как слышишь, что Он дал ему жизнь, и понимаешь, что Он родил его живущим. Так как Отец есть причина бытия Сына, то и говорится, что все, что не имеет Сын, принял от Отца, как имеющий это от Него по естеству. Если кто говорит, что Он есть тварь, превосходнейшая всех творений, и думает, что Ему, как Сыну, ложно и напрасно предается такая честь, тот решительно бесчестит и Отца, пославшего Его. Верующий в Него не приходит на суд, то есть в муку, но живет вечной жизнью, не подлежа смерти душевной и вечной, хотя смерти телесной и временной и не избегнет. Иоанна 5, 25-29. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышавший оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Толкование. Чтобы слова Его не приняли за напышенность и пустую надменность, Он представляет и подтверждение от дел. Говорит, наступает время. Потом, чтобы не подумали о времени далеком, говорит, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына, то есть Меня, ныне живущего с вами. Говорит это об мертвых, которых Он имел воскресить, как то о сыне вдовы, о дочери начальника, синагоге и о Лазаре. Хотя Он Сын Человеческий, но вместе и Бог. Посему справедливо имеет власть к суда, как Сын Божий. Теперь говорит о всеобщем воскресении. Значит, оправдывает, не одна вера без дел, нужно иметь и дела, ибо тогда только и вера бывает истина. Иоанна 5.30 Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Толкование И теперь говорит, Суд мой праведен, потому что я сужу так, как слышу от Отца Моего судящего, ибо я не своей ищу воли, но воли Отца. Кто желает утвердить свою волю, тот может быть заподозрен в нарушении правды, а кто не имеет в виду себя, тот какой будет иметь предлог произносить суд неправедный. Иоанна 5.31-35 Горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Толкование Если я свидетельствую само себе, свидетельство Мое не есть истина, говорит примирительно понятию иудеев. Быть может, они намерены были сказать ему, что ты сам о себе свидетельствуешь, а в свидетельстве о самом себе никто не заслуживает веры. Посему он настоятельно говорит, я сам о себе не свидетельствую, ибо в таком случае, по вашему мнению, я не стоил бы вероятия, но есть другой, свидетельствующий о мне, Иоанн. Когда же говорит, если я и сам свидетельствую, свидетельство Мое истина, то говорит так по уступчивости. Уступая помыслу иудеев, говорит, пусть так, что я свидетельствую сам о себе, но если я и сам свидетельствую, свидетельство Мое истина, ибо я, будучи Бог, достоин веры. Называет Иоанна светильником горящим, потому что он имел происхождение земное, и свет имел не сам от себя, но от благодати Духа, и на время. Когда же наступил День Господень, то есть учение, то светильник закрылся. Иоанна 5, 36, 38. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его пребывающего у вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Толкование. Иоанн говорит, засвидетельствовал обо мне. Иоанн, который вы считаете достовернее всех. Ну как могли найтись некоторые клеветники и сказать, да нам-то что? Иоанн благопрепятствовал тебе. Посему и дал свидетельство весьма доброе. Посему, говорит, вы посылали к Иоанну и спрашивали его, без сомнения, считая его истинным. Впрочем, я имею и другое свидетельство, больше Иоаннова. Дела, которые Отец дал мне, то есть возложил на меня совершить, свидетельствуют обо мне. Делами называют чудеса, например, исцеление, расслабленного и прочее. Бог засвидетельствовал об нем во всем Писании, в законе пророков. Вы, говорит, не слышали голоса его, то есть отца, ни лица его не видели. Да, он вам и решительно неизвестен, потому что вы не имеете слова его, пребывающего в вас. То есть не знаете Писаний, свидетельствующих обо мне. Хотя думаете, что знаете и хвалитесь, что вам верены слова Божии. Что вы не знаете Писаний, это ясно из того, что вы не веруете тому, кого он послал. И как вы не слышали голоса Божия, ибо Бог не имеет голоса чувственного, ни лица его не видели, ибо он не имеет вида и образа. Так не имеете в себе и слова его, то есть Писаний, свидетельствующих обо мне. Комментарий Игнатия Лапкина. Какой скорбью и укором звучат слова Спасителя против религиозных вольнодумцев. Господь разум своих противников вводит в жесткие рамки Библии, не позволяя уклоняться ни влево, ни вправо. Весь Ветхий Завет имел единственную цель – привести своих слушателей к нагорной проповеди, к ногам Иисуса в доме Лазаря. «А если этого не случилось, то человек прошел мимо, и знание Писания ему немало не послужило на пользу». Филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть – приобретение». Апостол Павел, иудейский раввин, получил откровение от Иисуса и сумел заново пересмотреть все свои знания. И за каждой овцой, за каждым агнесом, за всеми жертвоприношениями он вдруг увидел Христа распятого. Филиппийцам 3.7.8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Все. На этом конец. Слава Христу. Отдыхай. Отдыхай.